Футбол – любимая игра среди ребят. Здесь каждый может побегать вдоволь, создать команду, придумать хитрую тактику, как обойти соперника и многое другое. Но кроме того, что в этой игре масса плюсов, есть и минусы. Например, мяч может вылететь на проезжую часть, водитель не увидит выбегающего ребенка и беды не миновать. А потому сотрудники госавтоинспекции контролируют ситуацию не только на дорогах, но и в дворовых территориях. А еще проводят познавательные игры с детьми, чтобы даже на каникулах они не забывали о правилах дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции в рамках профилактической акции напоминают несовершеннолетним, который гуляет во дворовых территориях, правила дорожного движения, правила безопасного поведения на дороге. Ну и, конечно же, проводят мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. На постоянной основе сотрудниками госавтоинспекции проводятся и рейды и мероприятия непосредственно во дворовые территории, где осуществляется мониторинг, как водители паркуют свои автомобили. Хотелось бы напомнить, что вдоль жилой застройки парковать транспортное средство запрещено. Особенно это актуально на сегодняшний момент в период весенних каникул, так как дети зачастую выбегают из-за припаркованного транспорта и могут попасть под колеса автомобиля, которые движутся по дворовой территории. Хотела бы призвать всех наших участников дорожного движения, всех водителей к осторожному и внимательному участию в дорожном движении. Особенную внимательность и осторожность необходимо проявлять при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также во дворовых территориях, где большое количество детей. Во дворах ребятишек может подстерегать опасность, и виноваты чаще всего в этом взрослые. Все мы неоднократно становились свидетелями ситуации, когда водители, не сбавляя скорости, проезжают по территориям, обозначенным как дворовые, и превалируют в данных случаях личные мотивы каждого из нарушителей. Брещанка Янина неоднократно становилась свидетелем таких ситуаций. Ее возмущению нет предела, а потому, не скрывая, говорит о проблемах сотрудникам госавтоинспекции. Когда они пролетают здесь, ну просто по пешеходной дорожке, ну куда, это же плитка. Если тут будут постоянно машины ездить, то плитка поднимется через полгода уже. Самое главное основное, что это влияет на безопасность. Дети могут попасть под колеса. Мы переживаем за своих детей, потому что у нас дом многодетный, у нас здесь в каждой семье по трое, по четверо деток. Разобраться с проблемой важно и нужно. На кону жизнь и безопасность детей. А потому инспекторы взяли эту ситуацию на особый контроль. Но кроме этого есть еще одна проблема. В попытке припарковаться поближе к дому водители останавливаются во всех доступных местах. Хаотично расположенные машины мешают пешеходам, другим жильцам, препятствуют проезду спецтранспорта. Но главное, неподалеку играют дети. А значит, такая парковка может стать причиной дорожной аварии. Хотя сами автолюбители находят для себя оправдание. Я думаю, что это связано, наверное, с нехваткой мест. Ну хотя сейчас места есть. Я считаю, что это прежде всего спешка, потому что я сам приехал, быстренько припарковался, и мне надо быстро там решить свои вопросы и вернуться обратно. Поэтому я считаю, что это, наверное, больше спешка. Быстрее, быстрее все сделать и уехать. Я так понимаю, что даже на дорогах можно сказать, что какие-то ДТП случаются только от того, что человек спешит и делает что-то невнимательно. Это вечерняя ситуация, когда уже приезжаешь домой, и вечером нам с города, с магазинов негде припарковать автомобиль. Хотя, ну, новые как бы дома, вроде как бы проблем с парковкой не должно быть, но она возникает. С начала текущего года на территории Бреевской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 детей получили травмы различной степени тяжести. В 11 дорожных авариях участниками стали дети-пешеходы. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.